В прошлом году в 8 учреждениях города были установлены контрольно-пропускные пункты, металлодетекторы. Собственно говоря, исключен такой свободный абсолютный доступ в образовательные учреждения. Родители, если и доводят ребенка до школы, то вот на этой границе они останавливаются. Все остальное любой чужой человек может пройти только через согласование с дежурными специалистами в школе. В планах этого года в рамках соглашения с Русалом у нас еще 4 школы будут обеспечены монтируемым оборудованием, мощной системой видеонаблюдения. Это 3-я, 11-я, филиал 6-й школы. Там, хотя и был пропускной пункт, но он уже теперь не соответствовал тем нормам, которые должны быть с точки зрения безопасности. Поэтому там будет проведена дополнительная. И у нас останется еще ряд школ, которые мы в следующем году планируем обеспечить уже до конца данной системы безопасности. У нас 15 юридических лиц, 15 школ, это муниципальных. У нас 3 краевых учреждения, это Кадетский корпус, Мариинская гимназия и школа номер 3, тоже краевое учреждение. У нас есть частная гимназия православная. В Мариинской гимназии, Кадетском корпусе и в третьей школе тоже есть система видеонаблюдения, пропускная система. Насколько я понимаю, в специальных профессиональных образованиях, в техникумах и колледжах тоже такая система присутствует. У нас заключены договорные отношения с Росгвардией, и школы, и сады имеют кнопку экстренного вызова. Поэтому у вахтера эта кнопка находится постоянно в руках, в случае чего эта кнопка срабатывает, и Росгвардия прибывает в положенное время в любое учреждение города. Это я могу сказать с уверенностью, потому что у нас ежеквартально проводятся тренировочные мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова